Вы меня знаете, наверное, я генеральный консультатор Италии. Я очень рад видеть вас сегодня вечером, много народа. И, наверное, вы знаете, это неделя итальянского языка в мире. И мы решили, и тема недели итальянского языка в этом году – язык в кино. Мы решили организовать эту ретроспективу, посвященную Карлу Бердоне, одного из самых известных актеров и режиссеров итальянского современного кино. Его фильмы очень интересные, очень смешные. Они рассказывают о Италии на протяжении 30 лет. Он рассказал о нашей стране. И я уверен, что вам понравятся все эти фильмы. Поэтому большое спасибо за то, что вы пришли сегодня вечером. И я желаю вам хорошего просмотра. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы знаете, я директор Итальянского института культуры, Паула Чуни. Спасибо вам всем за присутствие. Я сейчас буду говорить по-итальянски, чтобы тоже наши гости слышали. Сегодня вечером очень особые события для меня, потому что уже много, много лет я пытался получить себе в гости, в качестве гости, Паула Карл Ордоне. И не только удовольствовала и у достигнут, но и у меня такая большая эмоция. В month-то, чтобы из Института культуры, Это не только большая честь для нас, это также очень волнительно, потому что Карло Вердоне – это символ итальянского кинематографа, и он представляет итальянское кино и как актер, и как режиссер, и это большая честь, что он сегодня у нас в гостях. Цифры говорят сами за себя, он снял 28 фильмов в качестве режиссера и участвовал в фильмах в качестве актера. Но не только это, это 40 лет, поэтому я рад вам представить Карло Вердоне. Спасибо большое, добрый вечер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. От души благодарю за это приглашение, которое я принял с большой радостью. У меня есть возможность познакомиться с вашими фильмами. Каждый фильм отличается от другого. Но все они показывают мою развитие, мою эволюцию. Сегодня вы видите фильм сняти в 1982 году. И я считаю, что это самый важный фильм в моей карьере. Потому что если бы я как-то просчитался с этим фильмом, то я бы сегодня здесь перед вами не стоял. Боро Талько, фильм который вы ведете в этой серии, это третий фильм в моей карьере. Ими двоих фильмы были очень очень отличными. Первые и две фильмы были довольно collectorsными и неизл CC мирами. Первые и другие фильмы были которые были созданы от Сергея Леонева. Продолжение следует был Сергея Леонева. Я был успешен с первым и с вторым фильмом. Я объясняла, что это было первым фильмом. Но, по-другому, все думали, что я был верующий актер, который делал различные характери, различные персонажи. Я был трансформист. Но как-то мистически так получилось, что все подумали, что я такой актер-трансформатор, который может играть разных совершенно персонажей. После второго фильма никто уже мне не верил, как ни странно. Потому что говорили, что он уже отстрелял всех своих персонажей, то есть уже выдал все, что мог, что дальше будет. Три месяца после этого успеха этих двух фильмов, я три месяца лежал дома на диване и не знал, что делать, пока моя жена ходила на работу. «Поскольку я получил образование высшее по истории религии, то я пошел к своему старому профессору, который преподавал мне историю религии, и сказал, ну возьмите меня к себе помощником, потому что я, кажется, уже все». Я думал, что у меня уже нет будущего в кинематуре. «А когда я пришел в секретариат, мне секретарь сказал, «Вердона, что ты пришел сюда?» «Профессор, я уже не знал, я уже видел свое будущее». «Само отрнан до касса, мольто турбато». «Я вернулся домой в расстроенных чувствах». «И гвардава, и паеветто». «Фина, фина, и паеветто». «И он мне сказал, я хочу сделать с тобой фильм, но только без всех этих разных персонажей, и ты будешь играть одну роль». «И я сказал, сделаю все, что смогу, чтобы вас удовлетворить». «Целый год я писал тальк». «И я понимал, что на карту поставлена вся моя карьера». «Это фильм филы рекорд из указ, и винил 5 Довиды Донателло, что это очень престивительный в Италии». «Это фильм поставил рекорд кассову Сборов, и получил 5 статуи, и винил... «Довиды Донателло» «Это очень престивительная премия». «И также премия в америке, в Канаде, до того момента началась моя настоящая карьера, именно поэтому я считаю этот фильм очень важным в моей карьере. Фильм отражает тот энтузиазм, в котором мы все жили в 80-е годы. И два таких маньяка, он и она, он лишён индивидуальности и занимается только тем, что копирует остальных, она вбила себе в голову, что она умеет писать песни, и обязательно нужно встретиться с автором исполнителем известным, между прочим, это Лучо Далла. Но я не скажу больше, потому что я оставлю ваше время, давайте смотреть фильмы. И так же, мы увидим ваше впечатление. Спасибо. 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 Спасибо.